Всем приветик! Сегодня у меня соло рыбных котлет. Значит так, что мы берем? Лучок, такой хорошенький, побольше. Пережариваем, вот так его протушиваем с морковкой. До золотистой такой корочки. Потом нужно взять филе белой рыбы. Я делаю другой раз из красной рыбы, со салмоном. Но в большинстве случаев белая рыба филе. Перемалываем ее на блендере. Даем лучок с морковкой, 2 ложки муки и 2 яйца. Получается вот такое хорошее рыбное тесто. И с этого рыбного теста мы формируем котлетки, которые любят мои детки и их родители. Сейчас покажу дальше. Итак, девчонки, рыбный фарш готов. Так как я готовлю для деток, я перемалываю и поджаренный этот лук с морковкой тоже. В блендере. Потому что, чтобы меньше было вопросов от детей, а почему здесь лук, а фу, я это не люблю. Значит, я перемалываю все. И жареный лук с морковкой, и рыбный фарш. Все у меня проходит через блендер. Посолила, поперчила. И вот ложкой, потому что он достаточно такой жидкий, руками неудобно. Ложкой выставляю в сковородку. Вот такие небольшие котлетки. Конечно, размеры могут быть разные. Это уже как получится. Ну, и так как это рыба, не на сильно большом огне, на таком умеренном слабом огоньке, я их поджариваю до румяной корочки с обеих сторон. И котлетки такие, закачаешься, потому что рыба есть рыба. И ничего сложного. И всегда под рукой, и всегда можно сделать. И любой гарнир сюда тоже подходит. И дети едят с удовольствием. Даже не выступают. Так как профессия няни требует умения готовить, подстраиваться под детей, то уже как бы опыт наших ошибок трудных научил меня подходить с такой стороны, как нравится детям. Хотя иногда, мое мнение, тоже преобладает. И едят то, что надо, а не то, что хочется. И ничего не подделаешь. Старших нужно слушаться. Так вот, жарим, потом посмотрим. Вот наши рыбные объедения. Попробуйте, девчонки, не пожалеете. Все просто и сердито, и дешево, и вкусно. Я рекомендую. Я плохого не порекомендую. Это знают все, кто меня знает. Так что, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Пока, мои хорошие. Бай-бай.